Вот то, что вы говорите про не разрешать другим быть такими, как они, погодите, как они не соответствуют параметрам красоты. Опять же, это же не красота, а красивость. То есть на самом деле, если снимать, например, страну так, как снимал Антон, то тогда нельзя, чтобы была живопись Брейгеля, например. Нет, я так не вижу. Я иначе это всё вижу. Понимаете, в рамках одного человека ты можешь делать всё, что угодно, потому что, ну, вот Брейгель, вот Брейгель, и что же, Брейгель не допускает кого-то рядом, что же там того же Босха не допускает или вообще средневекового... Краных. Краных отдельно. Да, и вообще средневековых уродов. Нет, все всё допускают. Там есть большая как бы рама эпоха. Есть отдельные люди. Они не мешают друг другу. И он со своим вот этим видением страны тоже другим-то не мешает. Просто здесь надо очень чётко определиться. Когда он сам себя определяет, когда он говорит, что это парадный портрет, то вот с этого и надо, в общем, начинать. Это не индивидуальная работа, а это работа на корпорацию. Корпорация, которая тоже служит какому-то образу, она хочет выдать парадный портрет страны. Дальше, как всё у нас, получается нелепо. Этого никто не видит. Это всё для самовредствования. Они остаётся внутри корпорации. Сами выделили миллионы. Сами себе и сделали книжечку для себя. Здравствуйте! На канале НТВ. Программа «Школа злословия» и мы её ведущие Авдоки Смирновы. И Татьяна Толстая. В гостях у нас фотограф, биолог и, можно даже сказать, отчасти философ Антон Ланге. Здравствуйте, Антон Ланге. Здравствуйте, философ Антон Ланге. Здравствуйте. Ну, я просто вот начиталась, наслушалась в разных ваших интервью. И нашли там философию. Ну, практически, да. Ну, насколько мы все так или иначе понимаем философию, как умение красиво говорить об отвлечённостях. А, вот он так понимает философию. Ну, я так же понимаю философию. И вот этот дар, о котором вы говорите, он мне как-то, по-видимому, дан. Вот, и поэтому... Ну, это здорово, что вы нашли философию. Мне это очень приятно, потому что я... Я думаю, это риторика. Красиво говорить. Ну, да, это риторика. Ну, всё-таки моя профессия, она не предполагает, не обязательно предполагает, что фотограф, он ещё и говорит. А вы всё-таки своей профессией называете фотографию? Да. Да, потому что ещё недавно вы говорили, что да нет, да скорее я биолог. Нет, знаете как, это вторая профессия. Первая профессия биология, ну, серьёзная профессия, биолог, зоолог классического образования, биологический факультет Московского университета. Меня когда спрашивают, а как вы вот сменили профессию, я говорю, во-первых, я ничего не менял, потому что биологи, особенно биологи таких вот классических направлений, тех, которые у нас называются полевые специальности, это зоологи, ботаники, экологи, то есть те люди, которые не сидят в лаборатории, а те, которые работают в живой природе. Они так или иначе все фотографы, потому что это один из инструментов, так сказать, познания. Все биологи более или менее прилично фотографируют. Это просто часть профессии или часть взгляда на вещи. Вот. А второй момент, это то, что я такой вот классический морфолог. Меня всегда очень увлекали, восхищали и до сих пор восхищают биологические формы. Поэтому говорят, как вы перешли от фотографий животных к фотографии обнаженных женщин. Я говорю, перемены-то нет никакой. Просто я раньше снимал много видов животного царства, а потом у меня остался один вид. Положенщина. Ну, даже один там пол этого одного вида. Да. Раньше я занимался там целыми типами животного царства, которые были у меня под объективом или микроскопом. У меня остался один, даже половинка. Я мало снимаю мужчин обнаженных, а женщин много. За логическую точку зрения, голая баба гораздо интереснее. Согласна. Ну, конечно. Потому что все-таки голая баба – это всегда так или иначе… Вот видите, парадокс-то в том, что голый мужчина – это все-таки чаще все-таки просто раздевшийся человек. А голая женщина – это иногда, по крайней мере, объект искусства. Или, по крайней мере, как тяготеет к этому. Ну, слава могли бы некоторые поспорить. Может быть. Не знаю, может быть. Но, тем не менее… Я думаю, что Микеланджело бы точно поспорил. Да я знаю, но и других поспорщиков. Микеланджело бы точно поспорил, но он жил в другое время. Да, Микеланджело жил в то время, когда, кажется, гомосексуализм не преследовался в государственном порядке, насколько я помню. Поэтому ему было проще с мужчинами ваять мужчин. Теперь, не знаю, может быть, ему было бы сложнее. Бог его знает, не знаю. Нет, просто речь идет о том, что существует целый художественный дискурс как раз восхищения мужским телом, как совершенным, а отнюдь не женским. Он был свойственен частично античности, частично эпохе Возрождения. Ну, видите, я вообще большой-то разницы не вижу. Это я так сказал. Для красоты? Для красоты, чтобы затеять, втянуть вас в этот разговор. Я-то разницы не вижу, конечно, никакой. И более того, я, знаете, я очень рад тому, что вот эти вот коммерческие параметры тела, которые, как известно, там были 90-60-90, они, в общем, остались в 90-х. Там, сори за каламбур. Потому что теперь я стараюсь говорить всегда и работать вот скорее как с натурщицей или натурщиком, чем с моделью. Вот в английском языке это одно и то же слово – модель художника и модель фотографа. А у нас модель – это немножко другое. У нас модель, она какой-то есть такой, ореольчик какой-то, модель, да? Вот. А это может быть коммерческое, может быть что-то. У нас не говорят модель художника, у нас скорее говорят, ну, натурщица, наверное, правильно. Вот. И я как-то стараюсь внедрить вот это восприятие в фотографии. Мне интересны разные люди, разные тела, разные формы. И я думаю, что мы, благодаря интернету и всему, что происходит в начале 21 века, мы, слава богу, стали очень толерантны. Гораздо более толерантны. Может быть, вообще, ну, чтобы не говорить более жесткое слово, давайте скажем, эротика, она, это вообще один из немногих инструментов современных, который позволяет как-то достигать или, по крайней мере, стремиться к такой всемирной толерантности. Потому что, если открыть интернет и залезть там в соответствующие сайты, то мы увидим с вами, что все люди представляют интерес, там нет коммерческих параметров, да. Вот. Мы все как-то интересны друг другу. Толстые, тонкие, старые, молодые, мужчины, женщины. И слава богу, я думаю, что уровень толерантности в восприятии нас самих, самими, вот, нами самими, он вырос несказанно. Я с вами согласна с одной поправкой. Мне кажется, что как раз повышение уровня толерантности напрямую связано со снижением напряженного внимания к эротическому аспекту. Да, что я имею в виду? Картина Люсиана Фройда «Спящий социальный работник». Да, гениальна, гениальна. Потрясающая. Великий, великий. Действительно, я обожаю эту картину просто. Великий. Это абсолютно... Понимаете, но ведь она совершенно прекрасна. Она же совершенно прекрасна. Я совершенно понимаю, Роман Аркадьевич, почему он ее купил. Да, правильно сделал. Потому что были бы деньги, я бы сама просто... Я бы сам купил. Да, будь я Роман Аркадьевичем, я бы точно купил. Я бы и не одну купил бы. Послушайте, вы большой, крупный говоритель на эту тему. Я много раз вас слышала в разных программах. Я понимаю, что у вас это хорошо получается. Такой вот к вам вопрос. Давайте. Вы сделали вот этот большой проект РЖД. Да. Сняли Россию. Я видела эту книжку. Большую такую. Да, да, да. Большую. Огромную книжку. Я смеюсь, весомый вклад я внес, оно 6 кило весит. У меня такой вопрос. А почему, собственно, именно вам РЖД поручило... Они не поручали. Они не поручали. Это я к ним пришел с этим. А у них в их недрах этого государства, государстве, странным образом тоже созрело. Вот такое бывает, что у них созрело, и у меня созрело. И мы вдруг так вот сели друг напротив друга, потому что это же все, это же не условная там какая-то компания, как большая туча. Это всегда конкретные люди, причем мало людей, которые просто вот должны расположиться в нужном порядке, да, как звезды. И вот мы сели друг напротив друга, и буквально хором друг к другу сказали одну и ту же фразу по поводу книги о России. Поэтому меня никто не выбирал, сам пришел. У меня как-то созрело внутри, вот там, к началу нулевых годов. Но это сейчас, эта тема России, она захватана руками абсолютно. Сейчас все только ленивый не делает open-air выставок на бульварах с там мишками белыми, там, Арктикой, куда мы зачем-то опять рванули все, так сказать, или делаем вид, что рванули туда снова и так далее. И сейчас эта тема, она захватана, как это бывает, когда много, помимо профессионалов хороших, много дилетантов берется сразу за одну и ту же тему. Вот, когда мы начинали, я это придумал там в 2004 году, никакого канала «Моя планета» не было, никаких этих не было, никто не путешествовал по России. Это было такое белое пятно. И я чувствовал, что вот, ну, как-то надо какую-то историю рассказать о своей стране. Я с этим пришел, потому что мне казалось, что вот эта карта железных дорог, поезд едет, пусть поезд будет одушевленный, пусть он станет героем рассказа, и пусть он станет таким парусником, большим кораблем, который будет совершать навигацию по этому океану сухи. У меня возникает некоторое такое раздвоение, глядя на вас, я давно достаточно слежу за тем, что вы делаете. И вот вы делаете вот эту книжку с РЖД, да, вообще переводя на профессиональный язык, вы получаете очень большой, очень коммерческий заказ, да, очень серьезный. Ну, бюджетный, не коммерческий бюджетный. Хорошо, это заказ с очень большим бюджетом, да. Вы до этого довольно успешно снимали ню для глянца, в том числе. Ну, и моду снимал, да, много коммерческого себя делал. Да, я честно вам скажу, при том, что вы мне ужасно симпатичны, я очень люблю вас слушать. Я не люблю ваше ню, правда. Ну, хорошо, прекрасно. Может быть, мы мало видели, может, увидите дальше, понравится. Может быть, да. Как бы для меня есть совершенно четкое разделение на поле, то есть что значит не люблю, это тоже неверный совершенно термин, да. Для меня разделяется на поле, так сказать, коммерческой фотографии, да, в которой находятся там те-то, 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 высокие профессионалы, и так далее. Тем не менее, это коммерческая фотография. И есть фотография, как искусство, да, в которой у меня в этой папочке находятся совершенно другие люди и другие фамилии. Я с уважением отношусь и к тем, и к тем, да. Но вы, наверное, мои ню только коммерческие видели. Наверное. Других-то не было нигде. Так вот, и мне казалось, я слышала вас и читала ваше интервью, и так далее, мне казалось, вот по-настоящему умный человек, который, находясь в поле, так сказать, коммерческой фотографии, как раз и говорит о том, что я нахожусь в поле коммерческой фотографии. Да, я не искусством тут занимаюсь, да. Да, правда. Я занимаюсь своей вот профессией, я делаю то-то, то-то и то-то. Да, дальше в этой же логике, да, человек, так сказать, снимает для РЖД это. И вдруг я смотрю, тон интервью поменялся. И уже Антон Ланге разговаривает с позицией, так сказать, художника, который вот крупно высказывается о стране. Это что, блин, произошло? Что это было? Что это было? Да это все очень просто было. Значит, я совершенно согласен со всем, что вы сказали. Очень горжусь своим коммерческим прошлым и никогда не считал зазорным. Наоборот, это хорошая работа, и я, следуя своему, так сказать, гуру Гельмуту Ньютону, всегда тоже, как и он, повторяю, что никогда не брезговал копейку заработать, так сказать, или рубль в коммерческой фотографии. Самого такого банального толка, не знаю, там, девушка в купальнике для мужского журнала. Другое дело, что я коммерческой фотографией не занимаюсь в этом смысле уже лет 10 как. И вот совсем согласен, что вы сказали за одним «но». Дело в том, что вот этот проект, эта история про Россию с РЖД, она в этом смысле не коммерческая. И она, в общем, в другую совсем сферу меня вывела, и я охотно туда переместился. Потому что это не коммерческий заказ. То есть вот вы поэтому... Да я не это имею в виду. Не-не-не-не, смотрите. Тут речь идет о том, с кем человек себя сравнивает, внутренне соревнуется и так далее и тому подобное. Грубо говоря, когда, я не знаю, там, я не знаю, вы, Фритхес, Клавиха, да, там, и Плотников, предположим, да, из Мэтров, да, соревнуетесь между собой с Гельмотом Ньютоном, я понимаю. Если кто-то из вас начинает соревноваться, условно говоря, с Лялий Кузнецовой, или с, там, я не знаю, с Миловым, или со Слюсаревым, да, то у меня наступает вопрос. Ребят, вы куда? Вы о чем? Вряд ли здесь есть какое-то соревнование. Хорошо, Фритхес неправильный пример. Королев. Королев, наверное, в большей степени остается вот в той самой коммерческой фотографии, о которой вы говорите. Я думаю, что это закономерный процесс, потому что, ну, все же как-то саморазвиваются, и при этом нормально, что все как-то расходятся. Никто ни с кем давно не соревнуется, конечно. И для меня вот это, ну, да, это было таким новым этапом, в который я ринулся, нырнул по своей, так сказать, воле, понимая, что меня это на несколько лет уберет вообще, так сказать, из, может быть, навсегда уберет из коммерческой рутинной фотографии, и убрал, и чему я рад очень. Что это меня приведет вот к какому-то такому долгому путешествию, которое, наверное, изменит меня, изменит мой взгляд на страну, изменит страну, потому что я на нее посмотрю, вот, свежим взглядом. Так и получилось. Вот, все это так и оказалось, и сбылось. Вы изменили страну? Я ее изменил в том отношении, что я снял ее такой большой портрет. Когда вы снимаете или пишете портрет, вы же пишете портрет самого себя. Поэтому меня часто спрашивают, вот, глядя на эти выставки, там, книжку и так далее, а вы вот там, вы там не приукрасили ничего, что-то там у вас много красивых картинок, там, а где вот чернуха наша российская, например. А я говорю, что, ну, вы знаете, вот я чернухой не интересуюсь. Вот, например, Борис Михайлов интересуется, а я не интересуюсь. Борис Михайлов в другой стране и давно, ну, хорошо. А Максимишин, по-вашему, это чернуха? Не знаю. Не знаю. Думаю, что, да как угодно называйте. Я говорю лишь о том, что вот то, что получилось, я, там, три с лишним года снимал, и то, вот, сейчас уже прошло три с лишним года, как это закончилось. То есть превратился в книжки, там, выставки и так далее. Я могу теперь с дистанцией времени посмотреть на то, что вышло. Вот это самое «Россия из окна поезда» Антона Вангель. Вот. И, конечно, я понимаю, что это такой абсолютный портрет состояния моей души, который был вот в эти годы. А я скажу, что основное мое состояние, как ни странно, это было состояние восторга абсолютного. Вот. Потому что, ну, я путешественник, я люблю смотреть на мир такими широко открытыми глазами. Я вот на Россию смотрел этими глазами. И у меня было день за днем, с утра до вечера, у меня было такое ощущение непрерывного открытия. Действительно так. Потому что с утра до вечера, каждый день я видел вещи, которые меня удивляли, поражали. У меня был какой-то такой вот настрой, не то, что позитивный, но у меня был настрой как бы иностранца-путешественника. То есть я не путешествовал по России как русский. Я путешествовал как любознательный такой вот иностранец, который приехал в большую, неизведанную, невиданную им страну. Потому что в большинстве мест я никогда не был. И никто из моей группы не был. И поэтому у меня было ощущение открытия, и это там осталось. Сейчас я бы снял по-другому. Сейчас было бы, может быть, мрачнее, может быть, медитативнее, может быть... Вообще, по-другому было бы совсем. Понимаете, у меня ваша книжка вызывает очень противоречивые чувства. Я ее первый раз увидела за границей. Так. В отеле, где она лежала. В отеле? Да, вот это. Так вот, с этой точки зрения я как раз очень обрадовалась вашей книге именно как, скажем так, как пропагандистскому продукту на Запад. Потому что у нашей страны пиар неадекватно плохой. С другой стороны, как жителя России, да, меня эта книга несколько озадачила. Вот вы сказали, что упрекают, почему у тебя так красиво, да, там и так далее. Знаете, есть красота и есть красивость. Это разные вещи. И мне кажется, что в вашей книге там прекрасные образы, картины, пейзажи, там и так далее и тому подобное. Но это не совсем правда. Конечно. Есть, понимаете, правда, она где-то... Я понимаю, что если составить образ России... Но ее нету правды. Только из фотографий... Ну, я не знаю, у кого. Нету ее правды. Десять человек поедет, будет десять раз сидит. Нету ее правды в этом дело. Есть только вот то, о чем я говорю. Здесь немножко палихская шкатулка получилась. Ну, знаете как... Антон. Ну, знаете как, если вам так показалось, я ведь спорить не стану. Уже показалось. Значит, я только соглашусь с тем, что да, если вам так показалось, значит, может быть, так оно и есть. Но дело не в этом, мне кажется. Пусть будет немножко палихская шкатулка, не беда. Правды какой-то одной, конечно, не существует, тем более визуальной. И вот несколько обстоятельств. Во-первых, то, что вы видите в книжке, это, ну, там, доля процента снятого. Есть огромный материал, там, десятки тысяч фотографий. Из них можно набрать, это как монтаж в кино. Можно смонтировать так, можно так, можно так. Можно было смонтировать книгу, которая, ну, совсем не похожа на то, что вы увидели. И книжку, о которой мы с вами говорим, вот, мою книжку, ее народ не видел. Она была сделана закрытым тиражом, подарочным, там, две тысячи экземпляров. Она никогда не была в продаже. То есть она до людей не дошла. И это для меня боль моя душевная. Я же говорю, палихская шкатулка. Вот, значит... Я тоже была нельзя купить. Это совершенно другое, это поразительная вещь, потому что чуть просто в сторону. Как говорится, господа олигархи, что вы делаете? Да, что вы делаете? Поразительно. Разверят, господи. Иногда, и, как правило, прекрасное финансирование происходит на первой стадии. Да, да. В великолепции. А когда, собственно, надо сделать продукты, вдруг странно зажались они. Еще осталось немножко, все, сейчас отболит и перестанет. Но вы же, как говорится, войдете. Они не понимают уже вот чего. Они не понимают, что через распространение конечного продукта этих книг, они входят в каком-то смысле в историю. Голосписатели, правильно. Про них вспомнят когда-нибудь. Разве они не хотят, чтобы про них вспомнили? Для меня это было удивительно. Это было такое открытие. Вот. То, что не перебрасывается, почему-то не перебрасывается мостик от вот этого продакшена, ну, скажем, корпоративного, да, когда некая компания, большая компания, выполняет некую свою задачу, пусть художественную, творческую, там, и так далее. Вот. Вот мостик к людям никак не перебрасывается. То есть почему-то на уровне здравого смысла всем понятно, что есть, ну, например, хорошая книга, которую, там, десятки тысяч людей хотели бы купить, но физически ее издать для этих людей невозможно. Почему? Вот есть загадка такая. Один из удивительных выводов или, там, одно из последствий для меня вот этого путешествия состоит в том, что я перестал воспринимать красоту, например, дикой природы, как некое такое чудо, как какой-то миракл. Потому что, видите, какое дело, красота дикой природы, она, в ней нет удивительного ничего, потому что она везде красива. Везде. В России, не в России, в Австралии, в Океане и в Сахаре везде дикая природа хороша. И самое главное происходит, когда начинается взаимодействие нашей человеческой с дикой природой. Вот тут-то и, собственно, собака и зарыты. Вот у кого как это взаимодействие происходит. В России оно происходит самым ужасным образом. Россия прекрасна до того момента, пока рука человека не прикоснулась к дикому ландшафту. Русский человек поразительно, вот злокачественно не способен гармонизировать себя ни визуально, ни никаким другим образом с дикой природой. И поэтому вот я дал там 150 интервью по поводу этого проекта, и мне говорят, вот часто мне задают этот вопрос, который задается как с интонацией утвердительно-вопросительной, как Шариков говорит, вот я еще водочки выпью. Так вот это утверждение и вопрос сразу. Вот так правильно. Я еще водочки выпью. Вот мне говорят, вот у России колоссальный потенциал для туризма. Вопрос утверждения. Я говорю, с чего вы взяли? Никакого нет потенциала для туризма пока. У нас есть там 10 тысяч километров погонных, тайги, очень однообразного ландшафта. С энцефалитным плечом. Да, в котором можно ловить рыбу, охотиться, париться в бане. Кормить мошку. Да, кормить мошку. Что дальше? Что такое потенциал для развития туризма? Почти везде, где мы прикасаемся рукой, смотреть страшно на последствия этого дела. Потенциал для развития туризма – это когда вы проезжаете из одного города в другой, не знаю, 100 километров, и там еда другая, да? Там немножко по-другому люди говорят. Там, не знаю, свой сорт сыра. Кваса. Да, кваса. Свой способ коптить рыбу и так далее. Это потенциал. Это то, что зовет человека в дорогу. Спрашивается, зачем человеку ехать на поезде или лететь на самолете из Екатеринбурга в Хабаровск, если и там, и там в центральном ресторане он точно получит одно и то же. Вот. Какой же это потенциал? Потенциал пока никакого нет. А то, что мы, вы, все мы, там, властей, придержащие, там, и так далее, приписываем себе как заслугу, например, красоту дикой природы, так это ни вами, ни нами сделано. Это так было изначально. Ничьей заслуги в этом нет. И приписывать это в список потенциал для развития туризма неправильно. Потому что по России удивительно неудобно путешествовать пока. Да, но по вашей книжке такой вывод сделать нельзя. Дело в том, что книжка рассказывает одну историю, а все ваши интервью вокруг книжки, которые я изучила, рассказывают совершенно другую историю, про совершенно другую Россию. Поэтому в моей небольшой голове, погодите, ваша книжка становится продуктом пропаганды. Дело в том, что в пропагандистском продукте, секундочку, в пропагандистском продукте есть, бывает, высокого класса пропаганды, в которой есть и художественный образ, и какие-то замечательные, и метафоры, и так далее. В ней нет только одного. Но у нас опыты накоплены пропагандой, слава богу. Да, в ней нет только одного. В ней нет художественной правды, которая делает искусство искусством. Вот в самолете летишь, аэрофлота, там, в Америку, например, и там перед тобой загорается хороший самолет, и все, ну, загорается, значит, это самое... Экран. Экранчик у тебя прямо перед тобой. И там все время, ну-ну-ну-ну, по кругу ноют, по-русски и по-английски. Ну, посетите Россию, как она прекрасна, там, хрустальные озера. Да-да-да, я знаю. Да, хрустальные озера, так, все, вот, ну, началось. Да-да-да. Ну, не врали вы. Ну, какие хрустальные дни, нахрен, озера. Так вот, понимаете, вы сняли-то одно, а рассказываете-то другое. Понимаю. Во-первых, я с вами не спорю абсолютно, потому что в этом смысле я бы не стал называть эту книжку пропагандистской, потому что, поверьте мне, я ее на тот момент, и вообще всю вот эту историю на тот момент, я ее делал вот, ну, абсолютно честно. То есть вот эти доминанты внутренние, которые во мне были, они там и отразились. Мне было интересно сделать так. Она не пропагандистская, она может быть немножко парадная. Да, конечно, парадная. Да. Но никаких вот приземленных задач такого рода, там, пропаганды или, там, показать красиво и так далее, я не преследовал. И на самом деле там, если вот, там, будет у вас случай после нашего разговора, еще раз посмотреть, то вы увидите, что, вот, может быть, моя главная задача была совсем другая. Я книжку эту собирал, скорее, как бы, как кино монтировал. То есть она сделана не по принципу фотоальбома обычного, когда, ну, фотоальбомы – это обычно какие-то лучшие фотографии, выбранные, да, и поставленные на странице. Вот. А у меня там очень много проходных, на самом деле, фотографий, таких выдохов. Там такой вдох-выдох, как в кино. Мне надо было, чтобы этот поезд ехал. То есть вы листаете, и там есть целые развороты, сказалось бы, совершенно незначащими вещами. Там, мельком размазанный взгляд из окна локомотива. Там много блюров, там много такого импрессионизма такого. Вот. И мне хотелось, ну, по крайней мере, на этом этапе, чтобы там была как-то рассказана история вот этого путешествия. Вот и всё. Вот как оно ехало? Как ехал этот поезд? Было ощущение какой-то динамики, и не было ощущения всё-таки того, что вы просматриваете набор почтовых открыток. Я надеюсь, что это хотя бы этого нет. Нет, этого нет. Этого, слава богу, нет. Уже неплохо мы договорились, что хотя бы этого нет. Для меня это уже такое, знаете, это так несколько лет прошло, и, ну, знаете, как дистанцирование от своего материала такое происходит уже. Ты это делал, не ты. Зато, представляете, пройдёт там 200 лет, всё испортит. Это будет воспоминание о том, что ещё было не испортно. Ну, я вам скажу, что даже 200 не надо ждать. Я знаю, что это. Да, это гораздо скорее произойдёт. Вся эта необъятная тайга, которая валит. Да, и потом... С бешеной силой, скоростью. И потом, видите, даже немного лет прошло, а сколько изменений. Вот мы же ничего не бережём, например, там, если брать, там, не знаю, деревянное зодчество русских городов. Да, оно исчезает, просто оно изванишает. Абсолютно. А не деревянная русская усадьба. Не деревянная то же самое. Да, то же самое. Теперь, если говорить о железнодорожных делах, вот узкоколейки, удивительный мир там, Паустовский, помните, Тумская, Мещера и так далее. Вот я был последним, кто снимал действующие остатки вот этой узкоколейки Паустовского. На следующий год рельсы сдали в металлолом, больше нет её. Значит, сейчас начнётся... Ну, это дело хорошее, там, реконструкция БАМа. Да, наверное, там проложат вторые пути. Но вот этого удивительного вида, когда там пара рельсов на вечной мерзлоте, которая тонет в тумане, и вы понимаете, что вот это именно то и есть, о чём весь сыр-бор, о чём вот этот героизм этих десятилетий, ЗК, комсомольцы, всё вот это вот, это вот всё, что вы видите перед собой, вот эта насыпь неэлектрифицированная. две железные линии, которые тонут в морозном, там, минус-50-градусном тумане. И всё. Вот этот вот абсолютно минимализм такой космический. Никто не живёт, ни справа, ни слева, никого нет. Вот. Вот вся история, вот это вот то, что мы помним по детству, там, да, 70-е, помните всё. Вот она, она выглядит вот так. Пройдёт немножко лет, там, новые вольют деньги, и уже вот этого не будет. Уже будет всё-таки какое-то такое, там, нагребут нового гравия, положат новые пути, всё это как-то будет иначе. А должно остаться в той же космической одинокой прекрасности? Нет, на странице книжки осталось уже. А, в этом смысле. Понимаете, в этом смысле. Да, в этом смысле. Нет, конечно, Боже. Поэзия руин, значит, наше что-то разрушилось, потому что существует жанр поэзия руин. Это же не значит, что надо рушить здание. Да, да. Ну, есть поэзия руин. Да, да. И, ну, и не только руин, но и такое, знаете, какое-то такое вот, ну... Запустение. Прекрасность запустения. Ненавизны. Да, я нового всего, так сказать, боюсь. Ну, в том смысле, я не люблю. Не люблю новое строительство. Я не люблю новое. Ну, и вы, наверное, не любите тоже. Ну, вот, видите, вот. Вот, поэтому я предпочитаю время своё проводить всё-таки по большей части в тех местах, где новое строительство запрещено. Естественно, мне приходится ездить за пределы Родины для этого. Да и там мало где запрещено. Ну, всё-таки есть такое, где есть. Нет, тут, что касается вот нелюбви к новому, любви к старому, здесь ещё есть такая вещь, которая не сразу сказывается, а оно же прошло время, чтобы ты это увидел, что существует сознание определённой эпохи, и оно порождает определённые формы, и вот если эти формы сохранились, то ты можешь видеть кусок этого сознания, и потом никогда-никогда-никогда не вернётся это сознание и не создаст эти формы. Вот почему всё прошлое так ценно. Конечно, конечно. Просто невозможно воспроизвести. А всякая попытка, она сразу ужасная, картонная вот эта. Вот у нас, между прочим, вот какого-то понимания этой невосстановимости, оно отсутствует. У нас вообще, оно в нашем менталитете отсутствует. Ну, если всех постреляли, у кого это могло быть в менталитете. Да, да, естественно. Оно отсутствует, и в массе своей русский человек, он вообще, так сказать, с прошлым обращается... Варварски. Очень вольно. У него есть варвары. Да, да. Вот. Это, к сожалению, это так. Невозвратимость, она как-то не... Понимание невозвратимости не в ходу. Страна очень большая. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Мне очень понравилось, собственно, то, чего я ждал, потому что, ну, на меня нападали. И это очень хорошо, потому что, ну, полемика, полемика, полемика это то, чего нам не хватает вообще в пространстве и в воздухе. И я очень люблю, когда на меня нападают. Поэтому я бы так сидел бы, сидел, и полемизировал, и полемизировал. Субтитры подогнал «Симон»? «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok